Ивановский интердом принимает делегацию из Китая. В последнее время связи Поднебесной и текстильной губернии сильны как никогда. Китайская сторона всегда рада принимать интердомовцев у себя в гостях. Вот и в этот раз ребят пригласили познакомиться с удивительной страной. Китай берет на себя все расходы. Это благодарность за китайских детей, воспитанных в стенах интердома. Приехали китайцы по случаю юбилейной даты. Связана она с Ивановским химуниверситетом. Ровно 10 лет назад в Поднебесную отправились 5 ивановских преподавателей и стали работать в Чунцинском университете науки. Они учили китайцев музыки, живописи, танцев. И уже через год, благодаря талантам наших земляков, учебное заведение было переименовано в Чунцинский университет науки и искусств. А два года назад при химтехе открылся Центр по изучению китайского языка, а в Китае – по изучению русского. Это сделано для того, чтобы наши выпускники-химики без участия английского языка общались на свои профессиональные темы с китайцами. Потому что язык-посредник здесь совершенно не нужен. Он в интерференции не участвует, он создает определенные перекосы и сложности. Поэтому, конечно, нужно выходить напрямую. Две самые крупные страны в мире должны понимать друг друга, считают делегаты. Причем это касается не только языка. Важно знать культуру и историю друг друга. Только тогда станет ясен менталитет и жизненные ориентиры. Я считаю, что Россия и Китай – это два из самых крупных стран в мире. Мы еще соседи. Мы должны друг другу больше знать. А знать друг другу первый шаг – это знать их язык и культуру. За последние годы в Центре Прихима университета китайский язык выучили 80 человек. У всех свой уровень. Одни освоили его довольно поверхностно, но для путешествий этого достаточно. Другие преодолели более сложный уровень и теперь могут учиться и работать в Китае. Язык, говорят, сложный. Но и тем, кто учит русский, не легче. Очень сложно. У нас совсем разный язык. У нас китайский и русский. Система, грамматика, окончание, поддержка. Очень трудно. Помимо интердома и хим-университета китайцы побывали на приеме у зампреда Андрея Кабанова. Обсудили сотрудничество Китая и Иванова и возможные инвестиционные проекты. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.